Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Где есть львы, есть и добыча, а к ней слетаются падальщики В конце концов, кто не любит блюда из гниющего мяса? Девушки отдыхают Львы умелые и сильные охотники, и грифы знают это Птицы несколько часов просто летают над саванной, наблюдая, выслеживая и выжидая Они первыми заявляют права на то, что оставил лев Но и королеву джунглей смерть не обходит стороной Когда это происходит, неприхотливые в еде грифы набрасываются на тушу первыми Они никогда не опаздывают на обед Нельзя терять время Опоздавшему может не хватить вкусного блюда из сырого мяса Похоже на ужасную суматоху Но каждый вид грифовых специализируется на разных мясных закусках Поэтому они все могут угоститься на королевском фуршете Африканские грифы собираются сотнями и съедают больше всех Они обожают мягкое мясо и потроха Пожирая большую часть туши животного Их клювы, как ножи, разрезают шкуру и проникают глубоко в полость тела Выхватывая мягкие и сочные кусочки Однако у африканского белогорлого грифа менее изысканный вкус Он использует мощный клюв, чтобы разрезать более твердые и жесткие куски В конце концов, нет ничего лучше толстой полоски кожи на обед Он с удовольствием жует твердую шкуру Пока другие грифы поедают мышцы и органы льва Небольшие бурые стервятники стильно опаздывают на фуршет Их тонкие клювы не могут пробить шкуру Поэтому птицы подбирают любые куски и остатки, которые видят В результате их работы туша исчезает всего за несколько часов Лев даже не успевает разложиться Блюдо дня – замороженный кролик Искать пищу в ледяной тундре на севере может быть очень трудно Но хищные птицы с острым зрением – настоящие самолеты-разведчики Казалось бы, они просто чуют гниющее мясо за километр Но эти грифы Старого Света больше полагаются на орлиное зрение А не на жалкое обоняние Некоторые эксперты полагают, что они могут заметить тушу длиной в один метр за шесть километров Похоже, во время холодных месяцев их всегда ждет готовый обед на льду Зима отлично замораживает и неделями сохраняет мертвых животных Меню впечатляет От небольших генет до крупных диких кабанов Такие большие хищники, как черные грифы Могут заметить падаль размером с кролика с огромных расстояний В это суровое время года каждый труп нужен для выживания И борьба за такие замороженные лакомства особенно жестока Несколько черных грифов и белоголовых сипов собрались вокруг останков кролика Это скромное угощение для такого количества голодных птиц Черные грифы исполняют жуткий танец, чтобы предупредить остальных, что они очень-очень голодные И лучше уйти с их дороги Они торопятся и практически проглатывают небольшие куски целиком, не разжевывая Претендентов очень много, поэтому грифы знают, что лучше поторопиться Утолив голод, они будут играть с едой, отделяя шкуру от мяса Хорошие манеры им не нужны Их желудочный сок может переварить большую часть белков, которые они потребляют Если птицы проглотят кроличью лапку целиком, ни сварения не будет Когда грифы поедают крупную падаль, они налегают на нежирное мясо и мышечную массу Угощаясь вырезкой и оставляя менее вкусные части другим хищным птицам Блюдо дня Фрикадельки из щеглов Любое животное может пострадать от несчастного случая Особенно молодое и неопытное Многие птенцы маленьких птиц погибают в первые дни жизни Становясь лакомством для самых крохотных падальщиков Даже самая мелкая падаль имеет большую пищевую ценность Мертвый щегол испускает привлекательный аромат кадаверина и путресцина Двух веществ, выделяющихся при разложении тел Немногие насекомые могут устоять перед этим запахом Мы, люди, считаем его тошнотворным смрадом Но для ос он похож на аромат мяса, запекающегося в духовке Запах приводит их к богатым белком-личинкам, которых они переносят к своему потомству в форме фрикаделик Муравьи тоже приходят на банкет Они наедаются сами и забирают кусочки гниющей плоти для тех, кто остался дома Благодаря тяжелой работе этих ненасытных падальщиков, крошечная тушка быстро исчезнет Как ни странно, мясные и падальные мухи, а также их личинки, играют одну из главных ролей на этом пиршестве Они съедают большую часть мяса Личинки мух быстро вылупляются из яиц и не теряют времени на этом шикарном фуршете Они питаются только гнилым мясом от 4 до 7 дней Прежде чем закопаться в землю и впасть в кому, вызванную едой Они превращаются в куколок и всего через две недели из них появляются взрослые мухи Мухи маленькие, но с большим аппетитом и, похоже, всегда предпочитают сырые закуски и гниющее мясо Мухи вырастают, их чувства обостряются и насекомые постоянно ищут запах свежей разлагающейся плоти Блюдо дня – нежное мясо тапира Тапиры могут весить более 300 килограммов Куда там маленькому щеглу? Вот это кусок мяса Огромная порция практически для любого хищника или падальщика Едоки высматривают желанную добычу Мало ли что Американская черная катарта – один из самых странных хищников на планете Он был создан как машина для поглощения пищи Голова, лишенная перьев, позволяет птице глубоко проникать в тушу, не испачкавшись грязью, кровью или гноем Катартам повезло Они нашли утонувшего в реке Тапира Нет ничего лучше многодневного пира Их клювы и когти не столь сильные и приспособленные для разрывания туши, как у грифов старого света Но, кажется, это им не мешает Если рядом грифы, то начинается долгий и вкусный званый обед Только без светской беседы У американской черной катарты отсутствует сирингс – голосовой орган птиц Поэтому их обеденные посиделки намного тише, чем у родственных видов старого света Время от времени можно услышать урчание, низкочастотный свист и, конечно же, хлопание крыльев, когда птицы сражаются за еду Им приходится есть совсем понемногу, с усилием отрывая каждый кусок Можно даже не сомневаться Черные катарты едят неопрятно и не утруждаются убирать за собой Остатки разбросаны вокруг, но об этом позаботятся падальщики в панцире Раки-отшельники, бродящие по берегу, не могут не украсть несколько кусочков для себя, дочисто вылизывая тарелку Падальщики будут несколько дней поедать мертвого тапира, наслаждаясь каждой порцией гниющей плоти Ни один кусок животного весом 360 килограммов не пропадет Блюда дня Мясо с кожей и косточкой Конечно, не все могут питаться гнилым мясом Падальщики приспособились есть разлагающиеся туши Что на самом деле может быть очень опасно Бактерии заражают падаль Даже если вы просто не в силах устоять перед запахом гниющей плоти, будьте осторожны Многие животные тяжело болеют от токсинов, вырабатываемых бактериями Но не ночная пятнистая гиена Сегодня эти хищники вышли немного полакомиться закуской с дужком Они никогда не едят в одиночестве и любят совместные обеды Потому что знают, что их сила в количестве Стая гиен может отразить нападение любого соперника, включая льва Даже огромный гиппопотам не встанет у них на пути Гиены пользуются отличным обонянием, чтобы почувствовать характерный запах мертвичины Именно тогда они начинают издавать знаменитый смех Еда доставляет им невероятное удовольствие А этот жуткий зов, похоже, сплачивает стаю и отпугивает любых соперников Сегодня вечером гиены ужинают останками некрупной антилопы Но вскоре им потребуется больше пищи, чтобы утолить голод Утром они ищут более полноценный завтрак Грифы в воздухе – верный знак того, что добыча рядом У пятнистой гиены не только стальной желудок, растворяющий болезнетворные бактерии сильными кислотами Она также обладает одними из самых сильных челюстей среди млекопитающих на Земле Как мясорубка гиена может проживать все, от шкуры до костей почти любого животного Они не любят разбрасываться едой и поглощают все до единого куска туши Которая исчезает чудесным образом Говорят, что гиена может сгрызть говяжью кость так же легко, как собака куриную косточку Рационы привычки этих падальщиков могут показаться ужасными, отвратительными и мерзкими Но на самом деле это очень чистоплотные животные Предпочтения в еде не имеют ничего общего с гигиеной Многие из них тщательно моются и чистятся после еды Блюдо дня – маринованная форель В природе любителями падали могут быть любые животные И птицы, и млекопитающие, и насекомые, и даже некоторые рептилии В конце концов, кто не мечтает о гниющей рыбке Запах трупа чувствуется не только в воздухе Его также можно заметить в воде, где водится множество голодных ртов Она идет по следу вкусного запаха Мавританские черепахи живут в медленных реках Пиренейского полуострова и Северной Африки И непривередливы в еде Они ни за что не откажутся от сытной мертвой рыбы Все мавританские черепахи время от времени едят падаль Все-таки это намного удобнее, чем каждый день искать насекомых, мелких, амфибий и водные растения Твердый острый клюв позволяет откусывать большие куски Они проглатывают каждый кусок целиком, не разжевывая Понемногу с помощью изогнутых когтей черепахи съедают рыбу Большинство водных черепах не вырабатывают слюну Вместо этого, чтобы проглотить пищу, они запивают ее водой Рацион мавританских черепах сбалансирован Они любят зеленые водоросли и водные растения Но при возможности они не проходят мимо хорошей порции гниющей рыбы Приятный вкус и ароматный запах Нет, ничего лучше Кулинарные пристрастия ракообразных, черепах или грифов Возможно покажутся странными Но благодаря им мы все можем наслаждаться любимыми блюдами И не вдыхать вредные запахи от разлагающихся туш Программа озвучена на студии Велес Текст читал Михаил Хрусталев